нифига себе хорошо что я могу не в колее ехать здесь вот тоже есть смотрите беседочки такие для того чтобы отобедать например но очень узкая обочина и даже на кейкаре здесь особо это не встать так что-то что-то звук какой-то непонятный я услышал все походу грызла моя стрельного все причем ехал просто по ровной дороге я попадал похоже переобуваться будут передова ну да где-то надо площадку найти только здесь блин домкрат проваливается надеюсь не свалится успею поменять ничего посмотрим что тут ну да вот она стрельнула значит как произошел взрыв просто звук такой у причем у меня окна даже закрыты были я услышал сразу но здесь как бы тихо и один ехал кому-то ветка по кузову так задело я так учет смотрю думаю ну не веток нету здесь смотрите вот дорога такая ну и потом резко резко прямо когда колесо спустила сразу резко как бы я почувствовал что и звук такой бам-бам-бам ну типа вот она на порезе на этом начало скакать а так на траектории движения еще на чем-то не никак не повлияло вообще то есть ну как она ехала и так и ехала только но начала пажу по жестче как бы но я подспускал передней шины то есть 2.3 или 2.4 там было я где-то по несколько секунд каждую спустил так на глаз вот это заброшенная заправка рядом с кладбищем как никогда мне подходит для моих шиномонтажных работ смотрите какую систему я только что придумал по идее внешний диаметр у колес он должен быть одинаковый и можно было ехать на одной зимней тренажки ну и на трех летних пятнашках но так как мы перфекционисты любим чтобы все было идеально четко то есть передняя ось у меня будут тренажки задняя ось у меня будут пятнашки конечно какая-то миллиметровая разница есть во внешнем диаметре но я надеюсь там никакая бс к с ума сходить не начнет если это будет так то моя система будет запатентована лично мной и для путешественников можно будет пользоваться кто захочет пожалуйста оставляйте ссылку на мой канал и можете также ездить и чем хороша такая система сейчас передние колеса с более высоким профилем шины 80 будут то есть отрабатывать на вот этих грыжевых местах на трассе ну то есть там на ямах на каких-то штыках жестких то есть как индикатор будет работать эта система и прихода задние колеса доедут до этой ямы я уже успею тормозиться по бензину значит на подъезде к улан-удэ вот смотрите здесь красивый вид какой но уже бензин 92 я встретил за 44 рубля на рост нефти также 46 видимо в чите рост нефти улан-удинская вот это ответвление потому что одна цена один в один и это на 5 рублей практически дешевле чем на популярном в самом читага нефтемаркете рельеф в общем сопки горы и ды все четко вообще по рельефу подъем и спуске вон чего только на автовозах не возят я смотрю и квадроциклы там огромные какие-то и какие-то непонятные вообще конструкции здесь желающих очень много здесь желающих становиться намного больше чем обычно на сопках и подъем здесь вот такой цивилизованный я такой подъем видел на курской косе в калининградской области похоже там еще нельзя было по сторонам сходить а ого себе прикольно Тут водоемчики такие Покорил, значит, еще одну вершину Хоть и небольшую, хоть и с комфортным таким входом Но тем не менее, тем не менее Круто здесь, круто Улан-Удэ, Октябрьский район Подъезжаю к авторынку Он находится на улице Приречная Но, если честно, пока авторынком не пахнет Обычно же страховки там Все подряд, все услуги эти автомобильные Пока что о авторынке здесь говорит только Вон, древняя наклейка Покупаем автомобили Вот у меня авторынок Сразу же первые машины Вот Москва, Москва Митсубиси Аутлендер Камбер Потом, вон, Благовещенская машина стоит Беспробежка местная Пробежка, да, опять беспробежка Здесь такая уже сборная солянка Плац 295, 2000 года Полторашка Икстрейл левый руль Восьмой год 845 тысяч Такой икстрейл Так, Хастлер 620 тысяч 15-й год Старт-стоп Камера заднего вида Блин, ну большая здесь территория Вон туда стоянка Сиенка 957 тысяч Беспробежка 16-й год Полторашка Вон, РАФ 4, 212 года Один хозяин Кожа старт-стоп Питерский Нива новая 637 тысяч Короткая Нифига тут народу-то Дофига вообще Ну хоть даже и продавцов много Но и покупатели тоже, я думаю, есть Вон, Виш 868 тысяч Девятого года Камри 18-й год 2,5 1657 Коричневая Иркутская А, сегодня же базарный день Точно Ё-моё Базарный день Понятно Ну, бенз у вас здесь вообще приятная цена Прям По сравнению с Забайкальем Сразу дешевле на 5 рублей Ой, ничего, здесь надо деревяшки даже ставить Это неросная, но огонь И да, походу, ехать далеко Расстояние на таком охикаре Да, нормально на самом деле Я бы вообще на Бэхи-семерке ехать Вот это вообще на 37-му было Смотри, а что это прикол на деревяшки ставят А что это прикол? Вот типа Стравильная машина И резюм начернять Многие? А, это один какой-то продавец Свои машины ставит, да? Смотри, вон Я первый раз в жизни вообще так вижу, что на деревяшки ставят А, да так 717 тысяч Фрид Девятый год Семиместный Не, ну Вот эта система прикольная, да? С деревяшками Типа Даже не знаю А, чтобы колеса, наверное, чернить удобно было, да? Да, можно чернить Плошу Так X-Trail Получается 12-й год 1128 Двушка Полный привод С Москвы, да? С Питера С Москвы Гонят Так, что тут у нас? Вид, цена договорная Мира 415 тысяч 12-й год 12-й год Интересно, есть у вас тут N-Wagon Как у меня А, этот объем 4.3, а тут 2.7 Тот Смотри, он с Урала А он с Омска вообще Два Две Мазды Ну, как, по цифрам Вот с Новосиба, смотри Ага Ну, Новосиб-то я знаю С 4.4 Новосиб тоже 4.5 Одна цена На все 11-й год Сузуки Эльф Смотри, и это 4.5 Лайтайс Да, он Довольно Ну, он Цена одинаковая На все Вот 5 штук Стоит Все Все 4.5 Стоит РАФ 685 2.4 Пятый год Вот РАФ Чики здесь ценятся РАФ Чики, да Они все дороже и дороже становятся Камри 2.5 1300 Два хозяина Черная Местная Ну, да Много у вас тут машины Движуха такая Inside Mugen Гибрид 720 Тысяч Девятый год А как он Бестробеговый И Девятый год Странно А вот Филдер Ты же писал Что-то Филдера Да Я же тебе писал Филдер Мне вообще Разница Интересно Было Попадать 800 Ну, они там Немножко Дешевле Короче 900 Тысяч В 17 Год Полторашка Такой Филдер Белый На колпачках Ну Раньше Можно было За 140 Купить А на 48 Жесть В два Раза Да Почти Цену Здесь Некоторые Пишут Договорная Но В основном Цена Везде Указана Вот Допустим Калдина 2000 Год 365 1000 1.8 Мотор Красноярск Жгура На все 80 Регион Откуда Это Интересно Не Рынок Вообще Огромный Просто Офигенно Огромный Мазда Демио Со Значком Форд 198 1000 Без ДТП Год Даже Не Написан Автомат Руй на Руле Тоже Форд Сульдик Так Это Демио Или Форд А Ну По докам Короче Форд Да Ну Так 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 А это Какого Года 90 Какого То Год 92 Моя Ставка Так Вот Полностью Леворульное Отделение Вон В Перми Машина Вот Даже Вот Так Смотрим Ряд Это Местный Местный 14 Это По Мо Есть Якутии Камри Перм Местная 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 Питер Кашкай 878 1000 Питера Даже Волжанка Есть Четвертый Год 148 И Рядом Вот За 138 Камри 92 Года Вот Приус БП 728 1000 Десятый Год Да Не Я так Смотрю Просто Есть Десятый Год Есть Восьмой И Хорош Ага Это Десятый Год И Беспробежная Да Первый Будете Покупать Есть 700 Рублей Тоже Юбилей Вот Четвертый Пришел Вот Такой Посмотришь Восьмого Года Тоже Без Пробега А Как Это Может Выгодно Так Восьмого Года Нормально Просто Не Попа 2008 Ага Понятно Ладно Да Не Я Честно Просто Турист Хожу Смотрю Вот Тойота Воксе Миллион Восемнадцать Двенадцатый Год Один Год В России Блин Ну Это Самолет Вообще Огромный Просто Вот Рафик С Москвы Весь Весь Блестящий Двухцветный Салон Один Девятьсот Семьдесят Восемь Стоит Двенадцатый Год Давай Пять Здрасте А вот это Прайс Да 50 рублей Дневной Заезд На Будний День Субботу Воскресенье 200 рублей В день Да Суточная Стоянка 120 рублей Легковые Грузовики Имени Автобусы До Трех Тон 130 И свыше Трех Тон 140 Все Понял То есть Выходные Суббота Воскресенье 400 Да Будет Да А если На сутки Оставить Это Будет Все Понял Спасибо Вот тут Сразу Страхование ДКП Все дела Ну Не дешево Рынок Конечно В Хабаровске Дешевле Стоит В Хабаровске По 50 Рублей Въезд А здесь Здесь Дороже Он опять На этих Деревяшках Текстрейл Десятый год 850 тысяч Иркутский Вот Скай Смотри Недорого 350 Всего Да Первый год Вообще Нормально Ни одного Конкурента Своей Малышки Я там Не нашел Даже Инвагона Да И даже Кейкаров Более Менее Выгодных Не было Вообще Кейкаров Очень мало Буквально По пальцам Можно пересчитать В основном С Европы Пригнанные Камри Рафы Аутлендеры Крузаки Прадики Либо Без Пробежки Такие Средние Знаете В районе Полтора Двух Литровые Такие Ну Либо Местные Там Вообще От Волги И до Сами Видели Все Подряд Мазда Демио Значком Со Значком Форд Ребят В интернете Прочитал Что Здесь Две Треть Населения Русские Но На улицах На Авторынке Я бы Сказал Что Здесь Все Бурят Две Третьих Ну Так На Первый Взгляд Ну Практически Все Я бы Даже Сказал Очень Мало Славянской Внешности Здесь Я Прям Удивился Когда Прочитал Что Здесь Две Третьих Населения Русские Вот Даже Идут Четыре Человека Трое Бурятов Буряток И одна Славянская Внешности А так В Улан-Удэ Население Почти Полмиллиона Человек Это Один Из Самых Солнечных Городов Нашей Страны Наряду С Хабаровском Хотя И Очень Морозный Город Так Ну а С набережной Что-то Не получилось Или Может Это Не та Набережная Пришел По карте На набережной Вот Этот памятник Ленину Который у меня за спиной Это рекордсмен мира Вообще Это Самая Огромная Голова Ленина В мире Выезжаем Из Улан-Удэ Блин Курица Тупая Под колеса Попала Короче Выезжаем Из Улан-Удэ Вот Первая Машина Вообще Гаишная Не знаю Караулит Кого-то Или нет Прикиньте Какая-то Это Собочина Сейчас Я начал Говорить И прям Какая-то Куропатка Или кто-то Тетерев Какой-то Я не знаю Что-то Побежала Короче Какая-то Птица Прям под колесом Мне Блин Град пошел Надо срочно Куда-то В деревья Наверное В лес Какой-то Заезжать Там Блин Там Еще Дерево Упадет Ё-моё Люди Вон Останавливаются А я не знаю Что делать Останавливаться Или что Расход Сразу Поднялся Ну Не намного Было 27 Километров На литре Стало 26 Все Похоже Выезжаем А Или нет Сбереги Опять Лучат Ребят Ну что Хочу Сказать На этой Ноте Мой Автопробег Данная История Она подходит К концу Ребят Ну что Хочу сказать На вот Этой Ноте Мой Автопробег Подходит К концу По личным Обстоятельствам Значит Эта история Сейчас у меня Заканчивается Я надеюсь Что Многие Меня поймут Потому что Бывают Вещи Все-таки Которые Поважнее Автопробега Видеоблога Там Ютуба И так далее Но Как говорится Не последний день Живем Впереди Новые Истории Впереди У меня новые Истории Будут Я думаю Еще побываю На Кавказе И в принципе Где не удалось Побывать Так-то Дорогу до Байкала И Байкал Зимний Правда Байкал Вы можете Посмотреть У меня на канале В плейлисте Хонда ЦРВ Там Все Есть Мой Автопробег Закончился Уже В августе Сейчас Значит Автомобиль Черный Бриллиант Легендарная Хонда Инвагон Кастом Выставлено Снял Ну вот От скотча В принципе Почти Отмыл Все Может где-то Совсем Чуть-чуть Осталось А шпаклевки Вот тут Тоже Под капотом Что-то Забыл Помыть Вот Инцидент Произошел У меня Значит Я не поделил Дорогу С бетонным Блоком По-моему Вот Пару Коцок Здесь Появилось Ну и Бампер У меня Слетал Ну я Его Просто Туда Вставил Обратно И все Колеса Колеса Были Куплены Мной В Челябинске За 1000 Рублей Комплект Колес Чуть Повыше Я взял С Митсубиси Делико Д2 Размер Вот 165 На 60 15 За 1000 Рублей Купил И еще Во Владике Когда был Думал В Челябинске Заберу Но не судьба И мне Человек Их оттуда Прислал Как бы Месяц Полтора Получается Ну они Уже Оплаченные Лежали У него Он Объявление Снял Я ему Написал Так и так Он говорит Без проблем Отправлю Так что Вот так А так Отлично Машинка Радует 1000 Рублей Заправил 2-3 Недели Ездишь Ну вообще Как бы По машине Вообще Никаких вопросов Нет Говорят По зимней Эксплуатации У них Как бы Не прогревается Салон Ну не знаю Как бы Может быть Такую еще Возьму Потом Посмотрим Значит По эксплуатации По городу Ребят Что скажу Тачка Вообще Огонь И вот Эта Кнопка Икон Вот видите Она Творит На самом деле Чудеса У меня Была Точно Ну точно Такая же Кнопка В CRV По моему 14-го Года Тоже Была CRV Или 13-го Но там Нажимаешь Вообще Ничего Не Происходит Ты Вообще Не Понимаешь А тут Сразу Машина В полтора Раза Резвей Она Перестает Глохнуть На Светофорах Ну вот Эта функция Фирменная Она Перестает Действовать Она Кстати Запаривает Вот Реально Запаривает Когда Вот так Толкаешься По городу И тебе Надо Там На 3 секунды Остановился Машина Глохнет Пытаешься Как-то Тормоз Не до конца Машину Устанавливать Ну короче Это Такая Себе Функция Не очень Ну Не знаю Вообще Никаких Нету Ездил Даже На природу Выезжал С полной Загрузкой С полной Машиной По колее Машина По лайфхакерски Едет Так Знаете Она же Уже И она Едет Не по основной Колее А как-то По своей И То есть Достаточно Проходимая Еще за счет Очень Коротких Свесов Не знаю Только Положительные В общем Эмоции У меня Только Положительные Впечатления И вот Эта Комплектация Знаете Custom G Ну я Не то Что нахваливаю Что продать Хочу Уже Покупатель Есть Ну реально Небо И земля Даже По рынку Когда Ходили Смотрели Вот эти Пустые Которые Обычные Да N-Wagon Все То же Самое Но Блин Да даже Покупатель Мой Говорил Я не знаю Захочет он Принять Участие В блоге Или нет Машина Ну все Ребят Черный Бриллиант Нашел Нового Покупателя Вот Илья Новый Владелец Поедет Машина В Первомайский Район Откуда Я сам Родом Все Человеку Объяснил Показал Показал Видеоблог Он сам Все С интересами Думаю Посмотрит Всю историю Этой машины Как она Попала В мои руки Как я на ней Ехал Сейчас С Романом Сидели Я не знал Что он Блогер Он мне Приезжаю домой Открываю Твой видеоблог А там Как ты Покупаешь Всю поломанную За 100 тысяч Здесь все Честно Прозрачно Начиная с аукционника Я сам ее долго Там искал В итоге Получился Мой автопробег К берегам Не Каспийского А Псково моря Составил Где-то 6 тысяч километров Ну если Не учитывать Там заезды Туда-сюда Может там 7 тысяч километров Но хотя бы Что-то Что не делается Все к лучшему Ну а дальше Нас ждут Новые Автомобильные Истории Связанные С путешествиями С покупками С продажами Ну все как обычно В общем Так что не переключайтесь Всем до скорых встреч И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok